Всем здравствуйте! В студии ГТРК «Артыш» журналисты четырех телекомпаний и губернатор Омской области Виталий Хаценко. Виталий Павлович, день добрый. Доброе утро. Мы рады приветствовать здесь, в большой студии ГТРК «Артыш». И тема сегодняшнего интервью «Ровно год, как вы на Омской земле». Если коллеги не возражают, первый вопрос на правах хозяина студии задам я. Виталий Павлович, я отлично помню этот день, 31 марта 2023 года. Как вы сами потом признались, вы чуть ли не с трапа самолета поехали в Большой зал правительства, где вас представлял полпред. Первый ваш брифинг журналистам, он длился 8 минут. Помню тоже это отлично. Первое, на следующий день, 1 апреля, рабочая суббота для министров, которые сейчас, я так понимаю, стали регулярными. Наверное, в этот год у вас много чего было первого. Но вот вопрос. Виталий Хаценко 31 марта 2023 года и Виталий Хаценко 31 марта 2024 года. Это разные люди? Я думаю, что это тот же самый человек, но в третьем лице не очень правильно про себя говорить. Но я думаю, что закаленный в Сибири за год, это точно произошло. И человек, который влюбился в тот регион, в ту территорию, где он находится, в Омской области, но думаю, что внутренний как-то точно не изменился. Вот я бы так ответил. Что-то сложно, может быть, было чисто по-человечески и профессионально, когда вы приехали? Вы знаете, я думаю, что всегда в целом, любому человеку сложно достаточно переезжать и менять место жительства. Несмотря на то, что по жизни так получилось, что поездил был, на Ямале вырос, и в Москве жил, и в Ставрополе, в Донецке, даже в Сингапуре год был опыт жизни, то какой-то, наверное, дискомфорт определенный я бы не почувствовал. Сложности бытового характера, наверное, не были. Но самое главное, что была семья рядом. У меня сразу семья переехала со мной, и все это захлестывает. Когда у тебя уже бытовые начинаются вопросы, связанные с семьей, это все все равно интересно. Каждый день определиться со школой, определиться с садиком, определиться с местами, куда с семьей ходить, когда есть, гулять, когда есть свободное время. Поэтому сложности были, но их преодолели, и сегодня, слава богу, все хорошо. Виталий Павлович, вы по долгу службы, очень часто бываете в командировках. Не так давно вы вернулись с делегацией Омской области из Республики Беларусь. Когда уезжаете? Скучаете ли по Омскому региону и хочется поскорее домой вернуться? Скучаю, честно скажу. Уже долго, нигде не хочется находиться. Там день-два, и хочется ехать назад домой. А если куда-то выезжаю, то за год отпуска у меня не было пока ни разу. Но езжу, несмотря на это, много. Не только в столице бываю. И езжу, конечно, по долгу службы. То есть, в принципе, те вопросы, по которым мы туда направляемся, это все про Омск, про Омскую область. Смотрим, как в других регионах, как другие регионы развиваются, как другие страны развиваются, например, Беларуси. И делаем для себя выводы. Ищем для себя партнеров, кто готов вместе с нами развивать нашу землю. И честно скажу, домой тянет. То есть, два дня максимум, и хочется домой. Виталий Павлович, поделитесь общими впечатлениями, чем Омская область отличается от других регионов, где вы работали, помимо климата, разумеется. У нас огромная страна. Регионы все разные, на самом деле, со своей спецификой, со своей историей, с традициями. На целом многонациональная страна. Но национальности тоже везде разные. И традиции этих национальностей, как на культурного государства, у нас тоже разные. Но это, на самом деле, наша и сила. Что касается Омской области, то, конечно, в первую очередь, это люди всегда. И душевная теплота человека, это в целом присуща русскому человеку, россиянину. Но здесь, наверное, еще помноженное на закаленный сибирский характер, на желание добиваться результатов. И я почувствовал, что все-таки есть потребность или востребованность такая, как любовь к малой родине. И вот чувство гордости за малую родину и постоянный поиск вот этого, там, авангард, значит, новый аэропорт, который мы точно будем строить, да и многое-многое другое. Наши университеты, наши люди, наша история, там, Карбышев, Рубль, Манякин, Колчак, хоть по-разному к этой фигуре исторической, к Иса Васильевичу Колчаку можно относиться. Но это все наша история. И, мне кажется, так, родную землю, как и мечи, ну, наверное, никто не любит. Потому что, да, люди, понятно, разъезжаются во всех регионах. Это такая жизненная ситуация. Но где бы ни встретил, были в Сочи, недавно на Сибирном фестивале молодежи. Столько много людей встретили. Кто-то уехал 20 лет назад, кто-то 30 лет назад, кто-то 5 лет назад, кто-то уехал, думает вернуться сейчас, смотрит на изменения, которые происходят в целом в России, и в Омской области, хочет вернуться в Сибирь назад. И вот это точно отличает меча. Чувство гордости, желания гордиться всегда своей малой родиной. Виталий Павлович, многие связывают Ваше назначение с задачей, которую поставил президент перед нашим регионом, обеспечить бесперебойную работу оборонно-промышленного комплекса. А как Вы относитесь к этой теории? И будете ли дальше делать ставку на ОПК? Президент назначил меня. Я думаю, что это не только оборонно-промышленный комплекс. Когда президент определял задачи, как раз год назад, это ОПК, конечно, был столпом с учетом текущей нашей ситуации, с учетом проведения специальной военной операции, но задач на самом деле было много. Это и, в первую очередь, повышение в целом доходов населения региона и, значит, улучшение работы социальных учреждений различных. Вот имеется в виду и капитальный ремонт, и увеличение заработных плат и многое-многое другое. Но оборонно-промышленный комплекс, безусловно, с учетом того, что в Омской области традиционно сильнейшая отрасль, к сожалению, в 90-е, в начало 2000-х, подзабытая. И важнейшая задача – помочь оборонно-промышленному комплексу встать на те рельсы, которые были исторические. У нас 16 крупных заводов ГОЗа, большое количество небольших предприятий или средних промышленных предприятий. И могу сказать, что сегодня была мощь, она возвращается. И в численности мы растем. Полтора раза практически увеличили численность на оборонных предприятиях. Выпуск продукции у нас увеличился за последние два года в разы. Мы продолжаем модернизацию предприятий, закупаем оборудование, делаем ремонтно-восстановительные работы цехов, строим новые павильоны, цеха на промышленных предприятиях. И это не может не радовать. Здесь задача власти региональной. Конечно, помочь в обеспечении кадрами. Потому что растет производственная мощность, растет объемы выпускаемой продукции, соответственно, нужны люди. И вот наша задача здесь – скоординировать, вот такую спайку сделать между промышленностью, колледжами, вузами, школами, чтобы мотивировать ребят идти в оборонку. Ну а с своей стороны, оборонно-промышленный комплекс, он у нас практически весь так или иначе государственный. Либо это Ростех, либо это часть региональных акций, высокие технологии предприятия, либо это другие, Роскосмос и так далее. То есть это все государственные компании. Наша задача, точнее, оборонно-промышленный комплекс своей стороны поднимает достойно заработные платы. И сегодня у нас 30-40 тысяч таких заработных плат уже пока нет, как было два года назад. Сегодня заработные платы от 70 тысяч, от 65 тысяч и выше. Ну а если специалист с хорошей, с опытом работы, либо после специальности в УЗИ с проведенной практикой производственного предприятия, то можно претендовать и на 100 тысяч стран или за 100 тысяч. Поэтому это хорошие заработные платы. Мы стараемся здесь пока максимально во всем поддержать. Виталий Павлович, продолжая тему назначения вот этого президентского, который для многих амичей стал абсолютно неожиданным, как бы вы могли описать свои отношения с президентом? Объясню, почему задаю этот вопрос. Ну, как мне кажется, по наблюдениям, ну, ни один из губернаторов за последний год так часто, как вы с президентом не встречались, не участвовали в каких-то президентских мероприятиях. Да, мы это смотрим постоянно на канале «Россия-24», президенты в это. Раза четыре, по-моему, за этот год я точно видел. Вот, и многие, кстати, замечают, что глава государства как-то к вам прям по-отечески так относится. Вы это замечали? Мне кажется, отношения, ну, какие могут быть отношения с начальником. Рабочие отношения президент, спасибо вам большое, поддерживает. Я не смотрю, как не веду статистику, как часто президент или другие губернаторы встречаются с президентом, но то, что все сегодня изменения, или большинство изменений, которые связаны с Омской областью, наши текущие задачи, наши планы, наши будущие проекты, это все связано, конечно, с президентом. И начиная от первой встречи, когда он напутствовал, поставил задачи, в том числе про оборонно-промышленный комплекс, как вы спросили, продолжая, следующими встречами это и наш аэропорт. Спасибо президенту. Благодаря его решению мы сегодня заходим в федеральные программы, привлекаем федеральные деньги для того, чтобы возобновить, можно сказать, начать, по сути, новую стройку. Это и все застарелые проблемы, связанные с гидроузлом, это большие проекты, я называю, северные обходы, о которых говорили сотни раз, но сегодня есть возможность их сдвинуть с мертвой точки. Это новые проекты, такие как флагманская школа, спасибо тоже президенту за эти решения. Это большой проект, связанный с капитальным ремонтом нашего, к сожалению, уже ветхого фонда, по стране весь ветхий, большое количество школ, более 18 тысяч дополнительно школ, которых президент сказал, мы будем ремонтировать. И наша задача сделать так, чтобы как можно больше школ пошло в реестр на капитальный ремонт. То же самое касается, вы помните, посланием президента недавно Владимир Владимирович Путин говорил о том, что помимо школ это будут и детские сады, и общежития, колледжи, техникумов, корпуса техникумов. Недавно министр у нас был образования и науки Фальков Валерий Николаевич. Будем поддаваться на ремонт общежитий и многое-многое другое. Это и здравоохранение, и культура, все национальные проекты будут продлены. Поэтому сейчас уникальное время, засучив рукава, сделать бумагу, как мы это называем, проектно-смертную документацию, экспертиза, для того, чтобы как можно больше объектов в нашей области попало в национальные проекты. Ну вот, как-то так. Ну а есть ощущение, что какие-то наши проекты, просьбы в правительстве, администрации, президента, у них зеленый свет чаще горит? Ну вот смотрите, мне кажется, есть такое ощущение, несмотря на то, что страна у нас большая, 89 регионов, но вспомните недавно, как мы обратились к президенту в флагманской школе, это одна из 12 школ флагманских, лидерских, которые будут в федеральных округах, 8 федеральных округов и там 4 по отдельным решениям президента. Нас президент сразу поддержал. Не знаю, как к этому относиться, я думаю, что к доверию руководителя. Поэтому наша задача стараться и дальше это доверие оправдывать и заявляться с новыми проектами, которые нужны АМИЧам. Виталий Павлович, ну вот с учетом вышесказанного всех перечисленных проектов, да и мы сами видим, да и коллеги видят, у вас невозможно плотный рабочий график. Скажите, а на семью это время остается? На семью я думаю, что это вопрос, наверное, супруга моя попросила задать Алена, но, к сожалению, со временем на семью самые большие сложности. Хотя семья все понимает и поддерживает, конечно, времени всегда не хватает, но стараюсь его компенсировать. Воскресенье полностью семейный день, я его стараюсь ничем никогда не забивать, только семейные задачи погулять, сходить в парк, в кинотеатр, ну и так далее. Просто дома позаниматься какими-то полезными делами, в футбол поиграть с детьми. Ну и вечера, несмотря на то, что рано ухожу, еще спят и поздно прихожу, часто уже спят, но все-таки стараюсь приходить до сна, чтобы хотя бы почитать, потому что детям важно читать. Читать сказки, это очень сильно, сказки, рассказы, неважно, это еще дедушка, бабушка мои говорили, что и мне читали, и моим родителям, мои родители уже мне читали, а я детям. Это очень сильно сближает родителя и ребенка, поэтому вот так пытаемся компенсировать. Виталий Павлович, вы за год познакомились со многими мечами, уже отчасти затронули эту тему, давайте продолжим, интересно, ваше мнение, в чем уникальность и мечей? Я уже говорил, что это человек, который, меч, это тот человек, который любит свою малую родину, требователен к себе, к окружающим, к власти, и это хорошо. А меч, это тот человек, который любит свою большую родину, Россию, и это тот человек, который не просто говорит, а умеет делать, может быть, в силу климатических условий, там, сибирского закаленного характера, но это человек, слово, человек, дело. Вспомните, сколько объектов, например, подготовки к Олимпиаде построено было силами омичей, да, это и наши компании, и наши студенческие отряды, которые работали, и фишт, стадион, и, по сути, все ледовые арены, и бобслейнная трасса, и все, по сути, железнодорожная инфраструктура, все вокзалы, вспомните Дальний Восток, саммит, значит, на острове Русском, мосты, которые тоже были построены с участием омичей, и многое, многое другое, и это все омичи, это люди сильные, душевные, любящие свою родину, и вот с сильным характером готовые созидать и делать, и с очень качественным образованием. Виталий Павлович, ну, вот с учетом того, что вы сказали, есть ли какие-то навыки, у вас очень большой, действительно, жизненный опыт, но которые вы приобрели именно вот в Омской области, в Омском регионе? Я бы назвал, наверное, многозадачность, многозадачность и одновременное решение большого количества задач, там едешь, сегодня, обязательно, после нашего общения, еще будет выезд в районы, общение с правительством, и едешь в машине, например, приходится решать сразу несколько задач, думать, параллельно подписывать документы, согласовать, графика программы на следующую неделю, возможно, еще и на звонок отвечать, обязательно, многозадачность. Не минуты отдыха, да? Да, это, наверное, роль губернатора в целом присуща, такая многозадачность, но вот я ее приобрел именно вот, понял, что это такое в Омске, и самое главное, смог с этим как-то работать. Виталий Павлович, вот во время первого интервью в Калачинске, мы его на ходу тогда делали, сразу после встречи с населением, после вашей такой рабочей поездки, вы сказали, ну, вы как-то так упомянули, что вы ориентируетесь вот по поводу рабочих суббот, на Марат Шакирзяновича Хуснулина, он для вас в каком-то смысле такой образец руководителя, и он вам сказал, что суббота должна быть рабочей, ты должен там на стройках, все ножками проверить сам лично. Есть еще какие-то политические лидеры, может быть, политические деятели в России, которые для вас в плане руководства, вот какой-то образец, на которых вы ориентируетесь, подсматриваете, может быть, у них что-то. Может быть, есть какие-то губернаторы, о которых вы считаете, вот этот человек прямо идеально руководит регионом? Ну, безусловно, наш президент, Владимир Владимирович Путин, мне кажется, такая и целеустремленность, и трудоспособность, трудолюбие, ну, президента, конечно, надо поучиться десятилетия возглавлять такую страну, как Россию, самую большую, самую сильную страну в том же мире. А если еще, говорить, из тех людей, кого персонально знаю, конечно, это те люди, с кем-то имел, так или иначе, контакт по жизни, взаимодействовал, в том числе, мои наставники, я выделил бы Марат Шкезяновичу, бешеная трудоспособность, работа в субботу, это вот, с его подачи, он когда поехал, говорит, посмотри, все-таки субботу надо задействовать, во-первых, немножко голова посвободнее, можно и креативом позаниматься, и текущей деятельностью позаниматься, поэтому мы вынесли оперативное совещание, оно у нас в субботу в 9 часов традиционно, в 11 часов у нас строительный штаб, потом у нас объезд по стройкам, стараемся пособлюдать это достаточно жестко, именно в субботнее время, и на субботу выносим еще ряд важных задач, они не каждую неделю, например, раз в месяц мы проводим парламентский клуб наш, значит, обязательно с депутатами, с сенаторами обозначаем, кто за какие вопросы отвечает, в какие вопросы просим помочь депутатский корпус, это первое. Второе, ну, мантуру выделю, конечно, Дениса Валюдиныча, человек, под руководством которого я тоже работал почти 3 года, и до этого с ним был знаком, как министр промышленности взаимодействовал, также бешеная трудоспособность, нацеленность на результат, цикличность, то есть, если задачу поставил, то точно она будет выполнена, не сегодня, а так завтра, это результат будет. Из тех людей, с кем взаимодействовал, это, конечно, на Ямале работал в команде губернатора Кобылкина Дмитрия Николаевича, здесь теплота, с одной стороны, с другой стороны, целеустремленность, всех собрать, всех объединить, целить на результат. Владимир Владимиров, Владимир Владимирович, губернатор Ставропольского края, в чьей команде тоже работал, человек, который, ну, я считаю, что сделал прям в хорошем плане революцию на Ставрополе и край стал себя уважать, ценить, много чего поменялось, в хорошем плане, много появилось достойных объектов социальной сферы, очень стройка, стройка раскачалась и начали выдавать серьезные результаты в квадратных метрах, причем от достойного, качественного, красивого жилья. Дороги изменились и многое, многое другое. Вот названных руководителей я бы отметил. Вы несколько раз прям упомянули такое качество бешеная работоспособность. Означает ли это, что главное качество, которое у политика, ну, или у губернатора, вот если прям предельно должно быть, присутствовать, это вот основное, это бешеная работоспособность или какие-то еще должны быть? Работоспособность раз. Второе, ты должен быть все-таки объединителем команды, команды, потому что один человек в поле не воин, нужно объединить команду, всегда нацелить результат. Лидер он всегда мотивирует, он всегда находит смыслы для того, чтобы мотивироваться, стимулировать команду на результат, иначе ничего не получится. И вот те, значит, слова правильные, те действия, которые ты подберешь, от этого и зависит эффективность, на самом деле. Ну вот, как у вас, Елена Ильинична, как вы, настраиваете команду у вас в ГТРК, замечательная работа, это в вашем примере, и пример нашего 12-го канала, и тех каналов, которые вы представляете. Все зависит от руководителя. Виталий Павлович, мы сейчас видим, и коллеги не дадут соврать, в Омской области акцент на молодежную политику, почему? Молодежь – это всегда будущее, это и настоящее будущее, поэтому с молодежью надо работать, чтобы молодежь просто никуда не уезжала, хотела жить и созидать в родном регионе, на малой родине. Молодежь – это всегда продолжение рода, это семьи, это дети, это, в конце концов, жизнь и развитие самого региона. Поэтому мы на молодежную политику делаем акцент, молодежь – это всегда тоже про гордость, это если правильно настроено, если есть чем гордиться. Поэтому мы стараемся сегодня молодежь настраивать на такие вещи, которым можно гордиться. То есть наше участие в столице за, в конкурсе за молодежную столицу. Вы посмотрите, вся Омская область участвовала, все переживали, все голосовали, чтобы Омск стал молодежной столицей 2024. Мы немножко проиграли, но Москве проиграть не стыдно. Так же, как и Владивостоку, нашей восточной, по сути, столице, за которой голосовал весь Дальний Восток. Будем претендовать и на будущий год. Многие другие вещи. Это все молодежь. Молодежный центр мы для себя поставили задачу создавать и, самое главное, смыслами напитывать и в городе, в Омске, и в целом области обязательно это будем делать. Преобразим пространство в химике, преобразим пространство в доме, в молодежном пространстве городском. Это все для того, чтобы молодежи хотелось здесь жить, нравилось, и более того, чтобы наша молодежь, когда уезжала за пределы региона, как, например, на котором упоминал фестиваль молодежи, всемирный фестиваль молодежи, чтобы, когда они поговорили в Сочи, пообщались с иностранцами, с студентами из других регионов, ребятам захотелось к нам приехать. А для этого нужны молодые люди, и для этого нужна гордость за наш регион. А у нас много, на самом деле, объектов, людей, для гордости, для подражания, есть про что рассказать. Виталий Павлович, вы уже сказали про преображение города, а есть ли у вас сейчас любимое место или, может быть, любимые места в городе? Знаете, нравится с семьей гулять по Любинскому проспекту, наверное, здесь традиционно уже, на самом деле, проспект очень красивый, очень здорово восстановленный здесь, спасибо и компании «Газпром», лично Алексею Борисовичу Мейлеру за то, что вложился, и еще вложился не только компания «Газпром», материально, но и мысленно, сделали, на самом деле, достойный проспект. Нравится набережная, мы будем плотно заниматься, кстати, в плане архитектурной, в плане архитектуры дальнейшей. Нравится вокруг света парк, на зеленом острове детям, больше, наверное, не мне, а детям нравится, поэтому и мы с детками уходим. Нравится большеречи, мы были в зоопарке, в стаине Сибирской, и дети опять просят поехать на бегемота посмотреть, на других зверей. Нравится Муромцево, вообще много мест нравится. Так получилось, что проехал всю область, в некоторых местах был несколько раз. Усть-Ишимский район мне нравится, прям тайга настоящая, Иртыш, очень извилистый, рыбалка хорошая, интересные места. Нравится наша степная зона, южная степная зона, там нравится Черлакский район, вкусные арбузы, летом, замечательная малина, клубника, и в каждом месте есть своя фишка, своя изюминка. Поэтому туристические места будем, кстати, очень активно развивать. Спасибо президенту, действует программа по глэмпингам, по развитию туризма. И чем больше мест у нас для туристов, для внутреннего туризма, туристов извне у нас будет создаваться, тем лучше. Поэтому мы большое внимание сейчас уделяем местам размещения туристическим, это и гостиницы, и кемпинги, и глэмпинги, и детские оздоровительные наши лагеря для деток. Вот первая ласточка полетела в детский лагерь Орленок в Калочевском районе. Достойно получился. И будем эту практику тиражировать. Поэтому у нас очень много хороших мест. Спасибо, Виталий Павлович, что вы нашли время для того, чтобы пообщаться с нами. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok